И я оказался на килограмм опять же тяжелее. За счет этого я стал вторым. Вот веса, которые ты поднимал на максимум или рекорд свой личный побил? Нет, если честно говоря, рекорд не побил. Это мои рабочие веса, которые я на разы делал. Только это удалось зафиксировать. В большей степени, наверное, это связано с тем, что я до этого 5 лет не выступал именно в этой номинации. В троеборье. Опыта не было. Не выступал, потому что в бодибилдинге был? Нет, я совмещал. Именно в трех движениях я не выступал. Отдельно у нас получается в республике я выступал, в жиме лежа и в становой тяге отдельно. А в троеборье я не выступал. Как вообще тебе сам турнир? Насколько серьезный? На самом деле уровень турнира очень высокий. Там даже организаторы не ожидали такого количества людей. Реклама на 3 часа перенесли. Вместо того, что у нас заключительный этап должен был быть с 8 вечера уже вручение. Это все. А это все у нас началось в 11. И уровень довольно-таки высокий. Чемпионы мира, заслуженные мастера спорта, международники. И очень много хороших спортсменов было. Как ты умудряешься совмещать бодибилдинги и пауэрлифтинги? И где тебе больше комфортно? Честно говоря, за все свое время, за свою спортивную карьеру я много где выступал. Я бывший рукопашник, я бывший борец. Я много где выступал. Самое тяжелое для меня это бодибилдинг. Так как это ограничение. Ограничение везде. Это в тренировках, в еде, в принципе везде, в повседневной жизни. У тебя нет права на то, что ты ложишься, когда хочешь, встаешь, когда хочешь. Тут уже четкий режим. Четкий, налаженный режим, он и срабатывает в конечном итоге. А пауэрлифтинг, честно говоря, удивил меня. Очень тяжело было, прям заряжает в дальнейшем мотивации, чтобы им заниматься. И я думаю, что в дальнейшем я буду выступать. Именно в трейборе. Все? Хорош.